Основателю телевизиона и радиожурналистики Казахстана Марату Барманкулову посвятили сегодня в Алматы Международную научно-практическую конференцию. Она приурочена к 85-летию профессора, который подарил путевку в жизнь не одному поколению журналистов-профессионалов. В казну имени Аль-Фараби собрались его ученики, коллеги и друзья. Участвовала в мероприятии и наш корреспондент Анастасия Валикжанина. Выдающийся личный журналист, доктор филологических наук, человек с большой душой. Это все о Марате Барманкулове. За свою карьеру он проделал огромный путь. От ассистента кафедры до профессора, декана факультета журналистики. Он знал каждого студента в лицо и внимательно относился к своим подопечным. Очень демократичный, открытый и всегда очень уважительно и к коллегам, и к студентам он всегда обращался на вы. А мы называли его Барманом. И он улыбался. Это после фильма «17 мгновений весны». Но все его студенты звали так. За свою жизнь выдающийся педагог написал не одну книгу. Это репортаж на радио и ТВ. Весь мир у вас в квартире. Журналистика для всех. А уже в 90-е годы его работы затронули тему интернета. Марат Барманкулов был в числе тех, кто предвидел неограниченные возможности всемирной паутины. Он не только оставил книги о телевидении, учебники, большие монографии, по которым до сих пор учится на постсоветской территории. В конце он увлекся очень серьезно дюркологии. Он один из основателей нового понимания истории казахов, вообще истории кипчака в целом. Талант Марата Барманкулова многогранен. К примеру, своей телевизионной передачей «100 путей, 100 дорог» он помогал знакомиться с природным разнообразием гор Зайлийского латау. Каждый выходной профессор и сам любил покорять вершины, кататься на велосипеде или лыжах. И сегодня в стенах его родного университета. Участники конференции вспоминали о нем с большой теплотой.